20 сентября текущего года в Тимирском районе между ученицами 8 и 9 классов произошел инцидент. Инспекторами по делам несовершеннолетних были выявлены виновные и возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Премьер-министр Оскар Мамин поручил создать Национальную ассоциацию потребителей до конца 2020 года. Таким образом, в Казахстане хотят объединить 65 общественных организаций, которые работают в сфере защиты прав потребителей. Несколько домов по улице Чернышевского регулярно остаются без света. Вот уже на протяжении многих лет из-за погодных условий там обрываются линии электропередач. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. 20 сентября текущего года в Тимирском районе между ученицами 8 и 9 классов произошел инцидент. Видео конфликта подростков, в результате которого произошла драка, опубликовали в социальных сетях. После чего инспекторами по делам несовершеннолетних были выявлены виновные и возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участницами драки являлись 10 девочек, учащихся 8, 9 и 10 классов села Шубарши, Саркуль и Кинькияк. Словесная перепалка в мессенджерах переросла в драку. В результате инцидента пострадавших нет. Ведется разъяснительная работа с родителями и подростками и досудебные и следственные мероприятия. В ходе конфликта одна из старшеклассниц избила сверстницу. Остальные очевидцы снимали происходящее на камеру телефона, после чего распстранили видеоролик в социальных сетях. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В североказахстанской области из-за вспышки птичьего гриппа могут запретить осеннюю охоту на диких птиц, сообщает спутник Казахстан. Напомним, что с 9 сентября в стране зарегистрировано массовый падеж домашней и дикой птицы из-за птичьего гриппа, переносчиком которого, по мнению специалистов, могут быть дикие водоплавающие. Общее количество падежа птиц на личных подворьях Костанайской, Полударской, Североказахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях на сегодня составило 14 315 голов. По данным Министерства сельского хозяйства в одной только Акмолинской области, гибель домашних гусей, курей и уток зарегистрирована в 9 селах и 5 районах. На территории Акмолинской области имеется 49 охотничьих хозяйств, которые закреплены за 8 охотопользователям. Осенняя охота на водоплавающие разрешена с 5 сентября по 30 ноября. На сегодняшней территории Акмолинской области птичьи гриб пока не зарегистрированы, миграция перелетных птичьих еще не началась. Как пояснили нам в инспекции лесного хозяйства, запрета на открытие охотничьего сезона не объявлялась. Но сейчас в зону риска попадают птицефабрики нашего региона, которые ежедневно поставляют яйца и мясо птиц в продовольственные магазины и супермаркеты. А начало охотничьего сезона, как следствие, может стать пагубным из-за миграции диких водоплавающих, таких как гуси, утки, гагары, черная козарка и лысуха. Мы обратились к руководству одной из крупных птицефабрик нашей области с вопросами о мерах предосторожности на их производстве. Но комментарии по непонятным причинам нам давать отказались. Соответственно, придется лишь догадываться, как к возможной вспышке птичьего гриппа готовы местные предприятия. Тамирис Жумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». Премьер-министр Оскар Мамин поручил создать Национальную ассоциацию потребителей до конца 2020 года. Таким образом, в Казахстане хотят объединить 65 общественных организаций, которые работают в сфере защиты прав потребителей. По мнению чиновников, это повысит культуру потребителей и качество получаемых ими товаров и услуг. О нововведениях в данной сфере нашей съемочной группе рассказал Жумамурат Алдашев, руководитель местного департамента по защите прав потребителей. С начала текущего года о защите прав потребителей в стране говорят немало. В регионах в декабре 2019-го даже создали департаменты по защите прав потребителей. Руководитель октябинского ведомства Жумамурат Алдашев рассказывает, что он и его команда ежедневно доносят до октябинцев информацию, как быть, если потребитель столкнулся с проблемой при приобретении товара или услуги. Если вы так думаете, что ваши права как потребители нарушаются, вы знаете, в каком ведомстве их нужно защищать? Кто вам поможет в случае чего? Нет, не знаю, честно говоря. А интересовались хотя бы? Нет, не интересовался. Почему? Вдруг, если что, знаете, куда обратиться? Нет. Какое ведомство? Не знаю, я никого такого не сталкивался. А честно, даже обращение не знаю, куда делать. У нас есть департамент по защите прав потребителей. Да, я знаю, слышу. Пойдете к ним? Пойду. Или, может быть, сначала с продавцом попытаетесь? Сначала с продавцом, потом уже дальше. Я не сталкивался сам с таким. Но думаю, что если какой-то иной товар такой большой приобрету, то, скорее всего, я найду способ вернуть его. Мы попытались сначала с продавцом это обсудить? Да, да, да. С продавцом, с администрацией, ну и дальше-дальше вышестоящие органы, вплоть до юридических там разбирательств. Я думаю, что в Казахстане сейчас такой проблемы нету с этим. Вернуть товар или обменять товар. Сейчас с этим проблем нет, я думаю. В департаменте по защите прав потребителей говорят, что наиболее частыми нарушениями с начала года стали несоответствия цены и чека. Бывают жалобы на просроченные продукты, сломанную технику. Есть и курьезные случаи. Например, не так давно Оксюбинка купила в одном из местных бутиков вечернее платье. В день покупки успела выгулить наряд в ресторан, а на следующий день решила вернуть товар продавцу. Мол, платье разонравилось. В таких случаях покупатель должен написать претензию и сдать покупку на экспертизу. Причем за счет продавца. А дальше разбирательство в судебном порядке. Узнав об этом, реакция обратившегося потребителей и продавца была молниеносной. Обе перестали ходить с жалобами в департамент, видимо, разрешив вопрос полюбовно. Поэтому сейчас, согласно закону о защите прав потребителей, для начала недовольных или обманутых покупателей просят разобраться на месте. Продавцы товаров и услуг должны оперативно реагировать по первому заявлению клиента. По идее, сегодня, допустим, любой потребитель должен в первую очередь разобраться здесь и сейчас с продавцом. Только после того, как они не могли между собой решить, вопрос рассматриваем мы, уполномоченный орган. И сейчас, допустим, каждому предпринимателю удобно и выгодно решить на первой ступени. Потому что если перейдет на вторую ступень, то мы уже можем применить за то, что они не произвели возврат или обмен, а штрафовать. Им грозит до 50 МРП штраф, если они не найдут, если дойдет дело до нас, и если мы будем разбираться на уровне уполномоченного органа. Ну, конечно, бывает, что и на уровне уполномоченного органа не решается то, конечно, уже третья инстанция, третья ступень – это суд. Сегодня в правительстве заявили, что планируют улучшить систему защиты прав потребителей. Во-первых, предлагается рассмотреть возможность объединения всех общественных организаций потребителей для создания Национальной ассоциации потребителей, широко разветвленной системой представительства в регионах. Во-вторых, создать институтом бунтсмена по защите прав потребителей на базе неправительственных организаций. Ну, а в-третьих, внедрить обязательное требование при разработке НПА, проводить анализ регуляторного воздействия на интересы потребителей и согласовывать с уполномоченным органом. Отметим, только за этот год в местном департаменте приняли более 300 обращений от жителей области. В результате принятых мер населению области было возвращено почти 20 миллионов тенге. Лиза Цакива, Алексей Уразов, программа «Факт». И как иллюстрация этой информации, факты жизни нескольких сотен актюбинцев. Несколько домов по улице Чернышевского регулярно остаются без света. Вот уже на протяжении многих лет из-за погодных условий там обрываются линии электропередач. Однако воздушные сети не числятся на балансе ни у одной организации. С подобными проблемами сталкиваются и жители других районов города. Без света связи и отопления. В таких условиях вынуждены проживать жители по улице Чернышевского. Когда ветер срывает линии электроснабжения. С этой проблемой актюбинцы борются уже не первый год. Однако в какие бы инстанции они не обращались, виноватых найти невозможно. Как и тех, кто несет ответственность за эту воздушную линию. Вообще мы живем в этой стране, в нашей стране Казахстана. Мы платим налоги. За что? За то, что мы должны бегать по всем инстанциям. Это ладно я, что я могу себе позволить. А как вот, например, вот эта бабушка одинокая, как она будет ходить по всем этим инстанциям? Они просто тупо футболят туда-сюда. Почему государство не знает, чья это линия? Как можно не знать, чья это линия? Но кто не надевает? Теперь, я говорю, хорошо, мы согласны, чтобы через год вы нас признали, чтобы вы нас взяли на баланс. Несмотря на ряд неудобств, которые возникают у жителей в связи с бездействием местных организаций, свои обязанности актюбинцы выполняют исправно. Ежемесячно оплачивают приходящие квитанции от электроснаба, так как боятся остаться вовсе без электричества. Пенсионерка Вера Дудко живет в этом районе дольше всех с 1973 года. Женщина вспоминает, что споры вокруг электропроводов возникали всегда. В 90-х годах свет шел отсюда у нас. Теперь, значит, это они отрезали. Месяц мы сидели без света. Сказали, купите столбы. Мы сами, жители, покупали столбы. Они, правда, подсоединили нам. Это как? Можно это вот? Ну, сами покупать столбы. Вон там эти три столба. В энергостате ЖКХ о проблеме жителей этой улицы знают, но пока сделать ничего не могут. На балансе у энергосистемы эта воздушная линия не числится. А отдела ЖКХ потребуется целый год, чтобы передать ее на баланс организации. К слову, официальный комментарий от отдела ЖКХ нашей редакции получить так и не удалось. Видимо, нужды простого народа, тамошних сотрудников мало интересуют. Вы предоставьте нам, мы же не против платить. Если нас кто-то возьмет на баланс, да, допустим, за обслуживание, там, какие-то, вот тех вот этих вот, то, что мы платим, да, мы согласны, вы просто предоставьте нам условия. Но этого делать не хотят. Почему я должна, вот мне вчера с Акимата, зам Акима, вот по ЖКХ, там, я, извините, не помню, как фамилия, он мне говорит, я вот куда я буду обращать в течение этого года. Он говорит, ну, мы будем на телефоне с вами год, говорит, все это время. Если вдруг какие-то проблемы, вы будете звонить. Хорошо, в три часа ночи оборвется провод. Я что, должна звонить среди ночи, да? Он что, сюда приедет? Ну, это просто полный бред. Вот как с этим быть, как с этим бороться? Кто должен за это отвечать? Кто должен нам помочь сделать все это? Кристина Вейджа, Слан Жубаев, программа «Факт». Сегодня под председательством главы региона Онда Сыну Розалина были обсуждены вопросы, связанные с текущей обстановкой по COVID-19. Первый заместитель Акима области Наржоуган Калауф сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонии в регионе не выявлено. На текущей неделе были закрыты все провизорные стационары. Работает лишь инфекционная больница. Вместе с тем принимаются все меры по подготовке к возможному ухудшению ситуации с COVID-19 в осенний период. Подготовлено 3588 койко-мест. Планируется открытие 305 реанимационных коек, как и доложил Наржоуган Калауф. Укрепляется материально-техническая база медицинских учреждений. Так, в октябре ожидается поставка 187 ИВЛ-аппаратов. Будут закуплены один компьютерный томограф, 13 стационарных рентгеновских аппаратов, два передвижных рентгеновских аппарата, автономные кислородные станции и два передвижных медицинских комплекса на базе КАМАЗа, а также другое оборудование. Автопарк санитарного автотранспорта региона будет пополнен на 41 машину. Ранее было закуплено 7 карет скорой помощи. В стационарах и провизорах сформирован необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. В завершение совещания он до сына Розалин напомнил акимам районов о необходимости активизации подготовительной работы и проведения вакцинации против гриппа. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксированный рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за неделю, передает РИА Новости. По данным ВОЗа, в период с 14 по 20 сентября в мире выявлены 1 998 897 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 36 764 пациента. Число подтвержденных случаев заражения увеличилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Однако смертность снизилась на 10%. Кроме того, университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 52 тысячи. За все время медики выявили в США более 6,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и 199 886 летальных исходов, пишут в университете. Выздоровели после заражения более 2,6 миллиона человек. Во всем мире, как сообщает университет, было выявлено свыше 31 миллиона случаев заражения и более 965 тысяч летальных исходов из-за COVID-19 излечились более 21 миллиона человек. О событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Кастак передает президент Казахстана Касым Жамар Такаев выступил на мероприятии высокого уровня в честь 75-летия Организации Объединенных Наций. Хотя ООН задумывалась прежде всего как система коллективной безопасности, в действительности она объединила нации вокруг гораздо более универсальных устремлений и принципов. Результатом этого стала эпоха активного и широкого международного сотрудничества, сказал Такаев в ходе своего выступления. Вместе с тем, добавил он, этот путь выдался тернистым. Обуздать COVID-19 оказалось на удивление сложно. Над миром нависает угроза новой гонки вооружений. Наши стратегические цели развития реализуются с переменным успехом, сказал президент. Убежден, ООН, как единственная универсальная и наиболее представительная международная организация, остается по-настоящему без альтернативной, заключил Такаев. Спутник сообщает, за прошедшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. Всего в республике подтверждено 107 374 случаев коронавируса. В Актюбинской области 3237. Как и прежде, большинство новых случаев выявлено в Восточно-Казахстанской области 30, ни одного в Алматинской, Павлодарской и Актюбинской областях. Также сообщается, что выздоровели 102 064 человека. Скончался 1671 пациент. По данным КАСТАК, число смертей от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане достигло 345, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК. За прошедшие сутки зафиксированы 20 случаев заболевания пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. Один летальный исход и 30 человек выздоровели, говорится в сообщении. Как уточняется, всего с 1 августа зарегистрировано заболевших 31 168, летальных случаев 345, выздоровевших 26 739. В Акимате Алматинской области прокомментировали обрушение строящегося спортивного комплекса. В Чунджи передает Тенгриньюс, по словам заместителя руководителя управления строительства Алматинской области, Ирке Булана Усманбаева, во время обрушения никто из рабочих на стройке спортивного комплекса не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину ЧП. Здесь предполагается построить три корпуса, а в одном из них упала крыша. Причины обрушения могут быть разные, может быть и человеческий фактор. В процессе строительства, может, кто-то болт закрутил неправильно, всякое может быть, сказал Ирке Булан Усманбаев. Адвокат задержанного первого заместителя Акима от Ираусской области Нурлана Таубаева опубликовал пояснение своего подзащитного к обвинению антикоррупционной службы, передает Тенгриньюс. По словам Таубаева, он все еще не знает, в чем конкретно его обвиняют, каков размер взятки и когда произошло преступление, которое ему инкриминирует. Таубаев рассказал, что в прошлом Акима Тауской области Нурлан Нагаев, сейчас министр энергетики, сам пригласил его на должность своего заместителя. Сначала все шло хорошо, но в дальнейшем работа с Нагаевым у него не заладилась. Я был не согласен с ним по ключевым позициям. Мое несогласие с Нагаевым привело к тому, что в сентябре 2019 года я подал прошение об отставке. А в мае 2020 я был приглашен в качестве уже первого заместителя Атыраусской области, пояснил Таубаев. «Хочу сообщить вам, что я знаю, кто стоит за этой чудовищной провокацией. Сделаю все, чтобы, во-первых, доказать свою невиновность, а во-вторых, я сделаю все, чтобы добиться справедливого наказания для людей, организовавших это. Дойду вплоть до президента», – пообещал он. Напомним, 10 сентября первый заместитель Акима Атыраусской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге. Кастак передает вдвое быстрее, чем в прошлом году идет уборка урожая. 2020 в Казахстане заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Амаров. По состоянию на 18 сентября на элеваторы поступило 2,4 миллиона тонн пшеницы, что в 2,8 раза больше показателей прошлого года. Также поступило 504,6 тысяч тонн ячменя, 114 тысяч тонн прочих культур, сказал Амаров на заседании правительства. По его словам, всего из нового урожая на лицензированные элеваторы поступило 3 миллиона тонн зерна, что в два раза превышает объемы прошлого года. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. В текущем году в рамках программы «Нурлежер» на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры нашего региона из госбюджета выделено 90 миллиардов 963 миллиона тенге. На площадке региональной службы коммуникации сегодня состоялся брифинг с членами Ассоциации деловых женщин Актюбинской области. Актеры кукольного театра «Алакая» завтра ждут своих зрителей на открытии 35-го юбилейного театрального сезона. Актеры представят на суд юного зрителя спектакль «Собака» по мотивам произведения грузинского писателя Нодара Думбадзе. Так вы еще нигде не отдыхали. Ресторан «Зимний сад» – настоящий райский сад, где исполняются желания. Отдых среди прозрачных ручьев, экзотических растений и водопадов с живой музыкой и отличной кухней. Мы приглашаем вас провести банкет, свадьбу, корпоратив, деловой встречу или праздничный вечер в единственном в Казахстане удивительном и уникальном зимним саду. Ресторан «Зимний сад» – вход со стороны ретропарка. Ресторан «Зимний сад» Ресторан «Зимний сад» Вы смотрите программу «Факт» на Рик-ТВ и мы продолжаем. В текущем году в рамках программы «Нур-Лежер» на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры нашего региона из госбюджета выделено 90 миллиардов 963 миллиона тенген. О ходе реализации программы жилищного строительства сегодня рассказали в областном управлении строительства и архитектуры. За отчетный период в январь-август из выделенных средств было освоено 41 миллиард 659 миллионов тенге на строительство кредитных и арендных жилых домов. Также в этом году за счет республиканского бюджета приобретено 122 готовые квартиры для многодетных семей. Согласно отчету, ввод жилья, построенного из всех источников финансирования, в этом году составляет 480,9 тысяч квадратных метров. Это 3186 квартир. В рамках меморандума, ранее заключенного между правительством страны и Акиматом нашей области, достижение показателей планируется в нескольких направлениях. Строительство 861 кредитного жилья по линии жилстрой Сбербанка, 159 арендных квартир без права выкупа, 1829 квартир в виде коммерческого жилья и 4351 дома в районах области за счет средств населения, то есть индивидуального жилья. На выделенную сумму также планируется проведение 518 километров сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализационных линий. На площадке региональной службы коммуникации сегодня состоялся брифинг с членами Ассоциации деловых женщин Актюбинской области. В ходе выступления спикеры пояснили, почему большинство предприятий под руководством женщин сегодня существует именно в сфере малого бизнеса, а также поведали о мерах поддержки начинающих предпринимателей. Что касается малого и среднего предпринимательства, то по приблизительным данным, меньше 50% действующих субъектов МСБ возглавляют женщины. Зато львина индивидуальных предпринимателей – это женщина. Почему так происходит? Основная причина высокой представленности женщин в малом бизнесе и низкой в крупном кроется в специализации женского бизнеса в стране. Наверное, все-таки нам, женщинам, легче вести сейчас малый бизнес, так как это то, что мы хорошо знаем, в чем мы хорошо уверены. Основной работой Совета деловых женщин являются и регулярные тренинги. Так, в текущем году было решено организовать бизнес-туры по районам нашей области с целью обучения жительниц сельских округов и районных центров ведению бизнеса. Одним из главных результатов на сегодня стало открытие торгово-развлекательного комплекса в Алге, куда были трудоустроенные местные жители. А некоторые из них начали ведение бизнеса самостоятельно, арендовав бутики и занимаясь поставкой товаров. Помимо этого, продолжается работа по стимулированию экономической активности женщин-предпринимателей и повышению статуса деловой и социально активной женщины для гендерного равенства в бизнес-среде нашего региона. Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Девиз этого праздника – город – это пространство для жизни и людей. В этот день автолюбителям предлагается пересесть на велосипеды, общественный транспорт или пройтись пешком. Придерживаются ли рекомендации в этот день актюбинцы, узнавали наши журналисты. Один день пользы для здоровья и окружающей среды или Всемирный день без автомобиля. Впервые этот праздник был проведен в Швейцарии в 1973 году. Тогда, в связи с топливным кризисом, швейцарцы отказались от своих железных ханей на четыре дня. В последующем данную акцию поддержали и в других странах Европы. Сегодня этот праздник набирает популярность по всему миру. По приблизительным подсчетам, в акции «День без автомобиля» каждый год участвует более 100 миллионов человек в 1500 городах мира. В нашем регионе мало кто знает о существовании такой даты, но в целом идея им нравится. Всемирный день без автомобиля. Как вы считаете, нужный праздник? И стоит ли его отмечать? И вообще, как его нужно отмечать? Знаете? Ну, отмечать надо, чтобы пешком ходить. А этот праздник, по-моему, не нужен. Бесполезный? Да. Ну, один день в году ради экологии разве? Ну, ради экологии можно. Можно ради экологии. Но кто это будет делать? Города, где отмечается праздник, переходят на самокаты или ходят пешком, или общественный транспорт. В общем, расставят свой автомобиль. Ну, как без машины ходить? Машина всегда нужна. У каждого свои проблемы. У каждого все. Семью на самокат не поставить? Ну, семью на самокат не поставить. Обязательно, конечно, нужно, потому что сейчас загазованность все, экология у нас. Тем более у нас в Акчубинске. По вечерам у нас на Шанхае воняет постоянно. Ну, нужно такое. Хотя бы в неделю один раз обязательно нужно. Для себя это все. Ну, что, как без машин? Без машин никак. Даже за продуктами на самокате не поедешь. В общем, машина все равно нужна. Ну, один раз в год можно. Ну, один раз в год можно, конечно, отказаться. Да. Ради экологии. Несмотря на негативное влияние автотранспорта не только на экологию нашей планеты, но и на человека в целом, темпы производства автомобилей продолжают расти с каждым днем. Только за прошлый 2019 год в мире было произведено более 81 миллиона автомобилей. В тройке лидеров – Китай, США и Япония. В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 30,7 миллиона легковых автомобилей. В Акчубе, по данным Комитета административной полиции, зарегистрировано 178 тысяч 730 единиц легкового транспорта. Кристина Вейдж, Раслан Жубаев, программа «Факт». Актеры Кукольного театра «Алакай» завтра ждут своих зрителей на открытии 35-го юбилейного театрального сезона. Актеры представят на суд юного зрителя спектакль «Собака» по мотивам произведения грузинского писателя Нодара Думбадзе. Почему Актюбинский театр остановился на этом произведении, рассказала менеджер Гульнара Бесингалиева. Этот спектакль интересный, актуальный. В нем затронуто очень много человеческих ценностей. Это тема добра, зла, взаимоотношения человека с человеком, человека с природой, справедливости, сочувствия. Спектакль – это о маленьком грузинском селе, военном селе, военное время. Я не буду пересказывать спектакль, но я думаю, что этот спектакль будет доступен человеку любого возраста. Мы вас ждем, дорогие наши зрители, актюбинцы и гости города. Это будет 24-23 сентября. Мы поделили на два дня, потому что зрительный зал в связи с карантином и в связи с социальной дистанцией в зрительный зал численность уменьшится почти в три раза. И поэтому очень много желающих поступают звонки, все хотят его посмотреть, потому что инстаграмм это все мы уже озвучили об этом спектакле, показали все. И поэтому места ограничены в связи с этим. Цена билета – 500 тенге, извините. Это будет проходить в 18.00, начало спектакля. Мы вас ждем, мы вас любим, ждем с удовольствием. О спорте. Чешский специалист Михаил Билик подал в FIFA иск против бывшего клуба «Астана». Об этом в телеграм-канале сообщает журналист и инсайдер Айдын Кужахмет. По информации источника, «Астана» расторгла контракт со своим бывшим главным тренером, однако сделала это в одностороннем порядке. В этой связи агенты-специалисты обратились в палату по разрешению споров FIFA с целью получения компенсации. Речь идет о довольно внушительной сумме. 200 тысяч евро ему должны за оставшиеся 4 зарплаты, чуть больше 200 тысяч еще в качестве подписного бонуса, так и не выплаченного специалисту. Кроме того, первые 3 месяца с него удерживали некую часть зарплаты, а также не выплатили премиальные. Кроме того, клуб должен компенсацию за 4 месяца и его ассистенту. Если суммировать все эти деньги, то получится почти 600 тысяч евро, написал Кожахметов. 26 августа «Астана» объявила расторжение контракта с «Биликом». При этом соглашение было подписано в январе сроком до конца сезона. Сейчас с командой руководит Пол Пешворд, временно исполняющий обязанности главного тренера. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжение следует... Продолжение следует...